В прошлом году на Гомельшине выполнены все показатели, предупрежденные Державной программой «Культура Беларуси». Пришим по широкому позиции в области оказался сирот лидеров. Такая информация была оглушена сегодня по час выездного посяжения депутатов областного совета. Ситуацию в Голине ознайомились наши корреспонденты. Сирот основных показателей, предупрежденных программой «Культура Беларуси» – количество адресторованных помников архитектуры, включенных в Державный спис историко-культурных каштонностей. Сирот областей Беларуси у Гомельшины самый лепший показчик. Все лета гэта работа протягнется. У планах такие знаковые объекты, як коллегиум иезуитов у вёсцы Юровича Калинковицкого района. Сядиба у вёсцы Хальш на ветков шыне. Братское пахавание у вёсцы Алла Светлогорского района. Сирот инших досягнений у минулого года появляшение колькости наведывальников музеев и мероприемств, які проводят установы культуры. Одинная проблемная позиция связана с наведыванием публичных библиотек. Тут так само означается рост, але менш запланованного. Такая ситуация подстава зарабить выводы и прынять меры. Библиотеки будут работать над информатизацией, над переводом своего фонда в цифровой вариант, над привлечением, скажем так, и над разработкой новых систем работы с клиентом, над тем, чтобы быть ближе к клиенту уже непосредственно по принципу не человек идёт к библиотеку, а библиотека к человеку. То есть, в принципе, есть технологии, которые в мире сегодня развиваются. С проблемой наведывания установы Лены сутукнулись и в Будокошелёвской киновидосецы. Некоторые стушки, саправды, корыстаются попытом, але по великим рахунку их не вельми шмат. Але и при этом таки пакашек, як пророст доходов от послуг, які предоставляются киновидовишной организации, пера выканали больше, як удвоя. И торговля, и общепит, и дискотеки наши, кино, и дискотеки, и кино – это всё вместе. Это все наши услуги, которые мы предоставляем сегодня нашим предприятиям. Это вся цифра, связанная с этими видами услуг. Захование историко-культурной спадщины – еще одна позиция, продугледженная за жарной программой «Культура Беларуси». Одночасово с выражением глобальных задач у Будокошелёвском районе на магазине накеровали на сбор речей, якими корыстались мясовые жахары. Крыху больше, как за год, собрали свыше трех тысяч экспонатов. И мают намер эту работу протягнуть. Благодаря нашим жителям наши фонды ежегодно пополняются. В 2019 году наши фонды пополнились на 246 единиц. И вот сегодня они составляют уже более трех тысяч. И, к слову, будет сказано, что также у нас была объявлена новогодняя акция на ряде Ёлку. И наши населения откликнулись и стали приносить игрушки советского периода, ёлки советского периода. Рост колькости непрофессийных коллективов со званиями «Народный» и «Узорный» – так само покажек зажавный программ «Культура Беларуси». И по этой позиции Гомешина – сярод лидеров. Иншая справа, что этот потенциал можно выкаристовывать больше эффективно, у тым лёку для развития туристичной инфраструктуры. У первую шаргу размова об супрасовністве установ «Культура» с тым ж агрысядзібами и санаториями дзят пыршавают туристы. Увогулі такі вопыт ёсць, але назвась яго масовай з'явай «Пакуль Нильга». Наши три коллектива «Дома культуры» имеют звания «Народны», которые достойно и представляют наш район и область на разных мероприятиях, а также, если нужно, наши коллективы представляют такой вид деятельности, как выступление в агроусадьбах.